Привет всем! В процессе проведения своих экскурсий я показываю огромное количество всевозможных надписей, фресок, рисунков и так далее, которые характеризуют мой родной город и делают его непохожим ни на один другой. Понятно, что большинство из них наносятся незаконно, но мне кажется, что иногда интереснее смотреть на какое-то забавное изображение, чем на простую голую серую стену. И сегодня я хочу представить вам некий такой дайджест того, что накопилось у меня в коллекции. Стишок, который я пытался даже пробить в интернете, набирал его, но так мне ничего не вылезло. Возможно, это строчка из какой-то песни, возможно, это чей-то авторский текст, но тут, к сожалению, нет даже автографа. Если это все-таки современный Есенин, то пусть отзовется в комментариях. Отличная супрематическая композиция в стиле какого-нибудь Кандинского или Лисицкого. Это, кстати, то, как виделось идеальное искусство в 20-х годах, сменившее классику, неоклассику, модерн, эклектику и все остальное. В данном случае работа подписана. Это яв, нижнее подчеркивание, зоун и урод кино. Я не пробивал, кто это такие, можете это сами сделать. К сожалению, встречаются и такие веяния времени. С одной стороны, это Хантер Томпсон, а с другой стороны, это уже каждый решает сам. Вот такая надпись висела в одной из подворотен на канале Грибоедова, куда все заходили за известной нуждой. К сожалению, ее содрали, а запах остался. Увы и ах, петербургские подворотни благоухают, но хочу сказать, что до революции ситуация была еще более катастрофичной. Вот за что я люблю Петербург, так это вот за такие абсолютно абсурдистские в стиле абориутов, хармса надписи. Конкретно эта была нанесена в одном из дворов на Каменностровском проспекте, буквально неподалеку от станции метро Петроградская. Сейчас ее уже нет, потому что всю стену закрасили. Эта надпись мелькает в моей видеопроходке с бывшим гитаристом группы Сплин Стасиком Березовским. Это фреска «Долгожитель». Я очень много проводил экскурсии по Тучковому переулку, и она тоже у меня мелькает там, где я рассказываю про места съемок фильма «Брат». Но какие-то мудаки пытались, видите, что-то там нацарапать. Не знаю, жива ли она на момент выхода видео, но буквально недавно она все еще радовала глаз. Фреска подписана «Арт Дударева». Можете посмотреть в Инстаграме. Ну, мимо такого я просто не могу проходить. На самом деле это все легко трансформируется в какой-нибудь предмет современного искусства, потому что ведь все зависит от контекста. Одно дело, когда это висит на стене где-нибудь в подворотне, а другое дело в выставочном зале. Крик души, который, как сейчас помню, находился между Литийным и Рубинштейна. Он как раз у меня тоже мелькает в проходке, где я с черным ракезом хожу по местам Достоевского. По-моему, там, а может быть где-то в другом видео. Я их уже столько наснимал, что иногда сам не помню. Но суть в том, что ее закрасили, эту прекрасную кричащую надпись. Совершенно потрясающие репродукции филоновские во дворе дома Трехбенуа на Каминостровском проспекте. У меня, кстати, там тоже была видеопроходка, где я ходил в ментовской форме, что, кстати, вызвало почему-то подрыв пуканов у некоторых. Но тогда этих рисунков на воротах еще не существовало. Потом они появились. Вообще про филонова я рассказываю отдельно. Тоже на экскурсии по Петроградке, потому что там на улице Литераторов есть дом, где жила бывшая террористка Засулич, где жил бывший террорист Лопатин. Ну и филонов, который умер во время блокады. Это такой статус ВКонтакте, но на стене он выглядит прямо весьма органично. И вот не так усиленно народ фотографирует какой-нибудь, знаете, Зимний дворец или Исаакиевский собор, но я имею в виду тот народ, который уже не первый раз в Петербурге или живет здесь, как вот такие вот артефакты. Это маршрут, который я пока так экскурсионно и не освоил. Надпись находится между Садовой улицей и каналом Грибоедова, рядом с Апраксиным двором. Сейчас эта территория бывших складских помещений реорганизована в целый такой кластер всяких клубов, баров и различного рода питейных заведений. Подобный крик литературной души, я думаю, более естественно смотрелся бы в Москве, что логично, но в Москве ее бы быстрее эту надпись и затерли бы. А в Петербурге вот она висела. Ну, если Булгаков рулит, то Саша, видите, нехороший или нехорошая. Я не знаю, про кого это было написано. Это квинтессанса всей моей жизни. Кстати, думаю, не только моей, с моим жестким недосыпом. Так что, как говорится, забирайте на стену. Надпись, кстати, была сфотографирована мною на детской площадке. В одном из дворов Васильевского острова. Автора вот этой фрески мне даже называли, я, к сожалению, забыл. Ну, напишите в комментариях. Это на Почтамской улице. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне. Это опять в районе опрашки. Птички летают у нас не только по небу, но и по стенам. Это на улице Марата. Я, кстати, там проводил всего лишь один раз экскурсию. Надо бы повторить. Небезызвестное петербургское объединение, которое миксует таким образом различные узнаваемые изображения. Ну и, конечно же, мы очередной раз убеждаемся, что фильм «Брат» – это настоящее культовое предведение кино. Без котиков никуда. Их много в Петербурге не только во дворах, но и на стенах. Ну и всевозможные различные граффити тоже присутствуют. Но вот это уже, по-моему, замазано. Это наш Егорушка Летов. Царство ему небесное. Под знаком которого прошла практически вся моя молодость. Конкретно данная фреска у нас мелькала в проходке по Апраксиному двору. Мне потом даже писал автор. И сейчас, к сожалению, она тоже замазана. А вот это, друзья мои, если я не ошибаюсь, тут затесалось у меня изображение уже из Москвы. Но оно меня настолько пленило. По-моему, я его сфотографировал где-то в районе Остоженки между улицей и набережной Москвы-реки. Вот такой великолепный зайчик, не просто рисунок, а прям настоящая работа художников-декораторов, находилась в одном из дворей улицы Чайковского. К сожалению, я водил там два раза, и этот зайчик был. Два раза экскурсии, я имею в виду. А вот на третий раз его уже там, увы и ах, не было. Очень-очень жаль, потому что экскурсанты были в полном экстазе. И, кстати, это фотография одного из них, а не моя. Еще немного абсурдности петербургских стен. Какой конкретно смысл вносил автор данной надписи, непонятно. Но когда ты идешь по проходным дворам, то, в принципе, тебе это все очень даже вкатывает. В свое время у писателя Токмакова я прочитал, что Барнаул — это дырка в жопе дьявола. Ну, а вот у нас в Петербурге есть такие места, например, в Пандан этому выражению. Здесь во второй строчке нужно читать, естественно, букву «Г», а не букву «Р», потому что, на первый взгляд, хочется прочитать «Рубы об твоей рубы». А так, очень красивое стихотворение. Почти что петербургская хокко, и, видите, даже авторская есть подпись. Конечно же, куда без каких-то политических заявлений, потому что стена — это лучшее место для того, чтобы писать какие-то протестные призывы и высказывать свое мнение по поводу происходящего в стране. Здесь уже роль Роскомнадзора выполняет ЖКХ. Если были булгаковские аллюзии, то куда же, например, без Антона Павловича Чехова? Ну, согласитесь, приятно читать подобные вещи вместо слова из трех букв. Котики бывают разные, вот бывают такие саблезубые, но, видите, все равно милашки. Правда, их милота все равно не спасает от исчезновения конкретно с этой стены. Опять-таки, гуляя по подворотням, ты понимаешь, чем живет определенный пласт населения, куда же без этого. Как тут не вспомнить команду КВН, которая называлась «Плюшки имени Ярослава Гашика». И, на мое удивление, она довольно долго именно под таким названием выступала аж на первом канале. Одна из моих любимых картинок – это прямо вот мое идеальное сочетание того, что в итоге нужно, в принципе, любому человеку. Это у нас Староневский проспект. По-моему, это мелькало у нас в проходке с Лисовым, так сказать, по территории его вотчины. И, если я не ошибаюсь, этого котика тоже уже нет. Здесь меня очень умирило сочетание надписей и вот этого изображения, хотя, на мой взгляд, человек, который описывал свой путь в книге «От косяка до штанги», конкретно то, что изображено в этом сердечке, гораздо меньше убивает, чем какой-нибудь алкоголь. Это двор в Тучковом переулке, знаменитый двор, посвященный фильму «Брат», ну, как посвященный, связанный с ним. У меня там была тоже экскурсия, и тут у нас, ну, как бы без комментариев есть и какие-то народные высказывания и «Big Brother is watching you». Еще небольшой кусочек, насколько я помню, дворов, которые находятся между Садовой улицей и каналом Грибоедова в районе Апроксинового двора. А это было у меня сфотографировано в районе обводного канала, и это вот девушка люблю, она, по-моему, у меня даже есть в друзьях ВКонтакте. В панданту и надписи на детской площадке «Прохочу все спать, вот, пожалуйста». Тоже, в принципе, абсолютно петербургская надпись, особенно в каком-нибудь ноябре или декабре. Это один из промежуточных снимков. Я миллион раз показывал эту надпись, которая располагалась между улицей Рубинштейна и фонтанкой в правоходных дворах Довлатова. Их можно так назвать. У меня есть, на самом деле, и видео об этом. Мы ее зафиксировали во время позапрошлого новогоднего тура. Также москвичи мои заметили и, собственно, подарили мне футболку с этой надписью, после чего меня очень многие спрашивали, где купить такой мерч. А этот мерч существует в одном единственном экземпляре. Ну и, в общем, вот ее красили, 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 и в итоге закрасили. Сейчас она отсутствует, к сожалению. Здесь, я уже говорил об этом в одном видосе, я когда намечаю маршруты, особенно в таком виде, конечно, я произвожу впечатление отнюдь не экскурсовода. Иногда прямо думаю, что же про меня, так сказать, мыслят жители дворов. И в районе обводного канала, рядом с газгольдерами, у меня там есть отдельный маршрут от станции метро Фронденская, была замечена вот такая надпись, как будто бы написанная кровью. И потом, когда я водил, соответственно, очередную группу, ее уже не было, ее закрасили, но закрасили так, что она продолжала читаться. Ну, это так, просто картинка рожи для разбавления видеоряда. Вот это прям вандализм, но посмотрите, какая битва концепций. Федор Михайлович, естественно, до сих пор не дает многим покоя. Есть персонажи, я их лично знаю, которые считают, что Достоевский не был в курсе того, о чем писал, и вообще был не писатель. И стоит мне сделать анонс про какой-нибудь очередной тур по местам Достоевского, и какой-нибудь прекрасный в кавычках человек вешает очередной какой-нибудь ролик, где на серьезных щах заявляет о том, что Достоевский не писатель. Ну, каждому свое, Федору Михайловичу от этого ни тепло, ни холодно. Он свои гениальные произведения уже написал, и они продолжают жить, интересовать всех, кто в состоянии отделить зерна от плевел. Печальная судьба вот у этой фрески. Она довольно долго располагалась рядом с музеем Достоевского в Кузнечном переулке. Тут, вот во время буквально недавнего моего тура от Фонарного до как раз Дома Сторых и Проценщицы, ко мне подошел автор этого произведения, но я имею в виду ни художника первого, конечно же, да. Поэтому, дорогой мой, отзовись. Хочу сделать тоже с тобой проходку. К вопросу о диванных протестах, это Басков переулок, буквально в двух шагах от дома, где родился Владимир Владимирович Путин. Это двор, где была одна из первых динамитных мастерских народной воли, и вот это висело очень долго. Ну, этой надписью я экономлю силы всем моим фанатам и фанаткам, особенно тем фанаткам, которые с яичками и которые отписываются по 585 раз, потом опять приписываются, и вот все, я им покоя не даю. Вот, ребята, пожалуйста, можете просто копировать и оставлять такие комментарии. То ли рэпчик, то ли какой-то экзистенциальный призыв, но, опять-таки, очень характерная реплика для Северной столицы. Еще немного протестных настроений, но, собственно, Капитан Очевидность тоже замазали. Это располагалось примерно там же, где была надпись «Крокодилы ходят лежа». А вот об этом мы долго гадали, с экскурсантами пришли к выводу, что все-таки это, наверное, чья-то провокация, что, естественно, владелец этого автомобиля, который был запаркован в дворе рядом со станцией метро «Синная площадь», не писал, а вот какая-то добрая в кавычках душа сделала это за него. Звезда Серебряного века Александр Блок в двух шагах от квартиры на Петроградке, где он поселился со своей молодой супругой. Но, в принципе, про Блок у меня есть отдельная проходка, где я с красным иракезом. Вещаю про его судьбу, правда, мы гуляем в районе реки Пряжки Английского проспекта. Это, как хотите, так и понимаете. В принципе, мне кажется, в пандан надписи «Кися-писи» вполне подходит. Здесь не надо быть Иркюлем Пуаро, чтобы понять представитель, так сказать, каких краев России или даже не России писал эту. Из рубрики «Понимай, как хочешь», но довольно смешно, когда ты неожиданно подобное встречаешь. Двор Нельсона – это его подвал, где он живет со своими кошаками. Кстати, неподалеку от той фрески с Александром Блоком. Я там водил пару раз экскурсии и даже представлял непосредственно этого замечательного человека своим экскурсантам все никак не собраться, не снять этот отдельный маршрут. Возможно, буквально на днях это сделаю. А вот парафраз, тоже такой протестный и тоже просуществовавший не так долго. Всегда умиляют диалоги, я думаю, даже незнакомых людей на стенах. Тут прямо, знаете, можно целую историю выдумать про то, что, как, зачем и почему. Ну, помимо приличных, есть и не очень приличные надписи. Конкретно вот этот вопрос про принадлежность кабана находится буквально в двух шагах от двора Нельсона. Ну, находился, по крайней мере, возможно, сейчас замазали. Кому и почему адресован этот вопрос, ну, тут ответа нет. Абсолютно гениальная игра слов, которая была изображена на улице Репина. Это Самовская улица Петербурга на Васильевском острове. И, к сожалению, просуществовала недолго. Четкие директивы конкретным людям, я так понимаю, которые были обнаружены в районе проходных дворов Нарвской заставы. Кстати, офигенный маршрут, надо бы его тоже заснять. Водил там группу всего лишь один раз. Скоро повторю. Ну, а это прям, можно сказать, слоган 80% моих экскурсий, потому что большинство из них, конечно, проходят именно по дворам. Это для любителей «А что там на Украине?» Надпись на кузове автомобиля. И, опять-таки, понимая, как хочешь, то ли дрифтер, то ли шрифтер. Замечательная сентенция. Я очень часто сталкиваюсь с довольно агрессивным отношением как раз-таки всевозможных старых дев во дворах с вопросами, что вы тут делаете, какого хрена вы тут шаритесь. И на все мои пояснения о том, что мы вообще-то пришли с миром, а не угловом обоссать. И я вот тут рассказываю про блокаду, а вот здесь про такого-то жителя, а вот здесь про такой-то архитектурный элемент. Никакого понимания не встречают. К сожалению, это данность, и решается это тонким, изящным троллингом. Но это чисто я сфотографировал. Бывает, кстати, так, что перед экскурсией напьешься там кофе, чай и прочее, и вот под конец примерно такое состояние у тебя. Это из области даже не знаю каких фантазий, но вот и такие зайки встречаются у нас на петербургских стенах. И в пандан этому зайке данная надпись, она вот не столь интересна, хотя написана крайне оригинально. Если не вот три буквы с правой стороны присмотритесь, вот тогда все становится гораздо более замысловатей. Прекрасное соотношение возвышенного и низменного. Ну, впрочем, как и в жизни всегда. В социальных сетях вам сейчас предлагается заменять слова буквами, чтобы мы окончательно отупели, но вот здесь примерно так же. С подобной надписью не могу не согласиться. Котики выживут всегда, потому что это самые лучшие существа на белом свете. Прекрасная фреска во дворе, рядом с стеной площадью. К сожалению, она приходит все больше и больше запустения. Возможно, когда-нибудь ее и замажут. Это гараж во дворе, опять-таки, дома трех Бенуа. Там все гаражи оформлены примерно в таком стиле. Еще один прекрасный слоган, когда я провожу свои экскурсии по проходным дворам и иногда завожу людей и в парадные подъезды. А вот самое честное и прекрасное заявление всех возможных, которые я там встречал онлайн и офлайн. В принципе, мне тоже такое иногда снится, и я тоже безумно их люблю. Как я говорил в одном из видео, сиськи и киськи – это наше все. Из серии «Хрен поймешь» и «Не пытайся даже». Сфотографировано на петроградской стороне. Тоже дом трех Бенуа. Вот справа очередной гараж. Этой надписи тоже уже нет. Хотя она меня озадачила какой-то своей парадоксальностью. Ну, соответственно, каждый найдет в ней что-то свое. А это было крайне актуально летом, когда тут у нас в Петербурге было жарче, чем в Крыму, и все купались даже в Неве. Ну и, собственно, вот буквально если отмотать пленку назад, то, пожалуйста, подтверждение моих слов. Да, так оно и есть. И я сто процентов присоединяюсь. А вот этот милый столбик я сфотографировал уже в Сестрорецке, в Сестрорецком курорте. Это не просто надпись, это кто-то заморочился и вырезал это все. Ну и, собственно, мы где-то в пространстве, в пространстве города, в пространстве интернета и всего остального. И как финал всей этой абсурдности хочу показать вот эту замечательную семейку, которую я сфотографировал уже на Петроградской стороне во время моего нового маршрута, который тоже провел только один раз. Надо бы повторить. Соответственно, гуляйте по Петербургу, ну и не только по Петербургу, гуляйте по любым городам, но конкретно вот именно в городе на Неве можно встретить массу интересного, если попробовать забуриться куда-нибудь вне туристические места. Экскурсии мои пока идут. Смотрите анонсы на сайте, которые я укажу внизу. Точно так же там можно приобрести три моих книги. Это острый социальный роман «Корень» про жизнь моего родного города в 90-х, и не только. Там есть отдельная блокадная глава. Путеводитель «Невский с перцем». Каждый дом с большим количеством иллюстраций от Адмиралтейства до Площади Восстания. И технология промывки мозгов на примере карикатур и всевозможных иллюстраций начала 20-го века. Книжка про пиар во время русско-японской войны. На этом все. Все ссылки внизу. С вами был гид Павел Перец. Увидимся с вами оффлайн и онлайн. Пока.